Первые чемоданы в привычном для нас понимании появились в конце 19 века. При кажущейся простоте конструкции они отличались размерами, материалами, обивкой, внутренним устройством и назначением. Сложно представить, что всего несколько столетий назад без такого громоздкого предмета было не обойтись. А сейчас на выставке с говорящим названием «Чемодан-саквояж-корзина-картонка» можно с легкостью проследить за его эволюцией. Больше сотни экспонатов нашли свое место на втором этаже Брестской областной научно-технической библиотеки. Чемоданы, саквояжи, рюкзаки – все они были собраны общими усилиями членов благотворительного фонда фортификации Бреста, музея Брест-театральной, друзей библиотеки, а также горожан, которые нашли на своих чердаках раритет и принесли его специально на выставку. На фотографии это моя мама Анна Федоровна Кеняева. Она приехала в Брест работать в 1949 году учительницей. И вот она идет с этим чемоданчиком, вот он у нее в руках, по этой улице Пушкинска, на которой мы с вами находимся. И она была учительницей, вот не знаю, что носила, вот все спрашивают, что она в нем носила. Ну, наверное, как дамская сумочка. На выставке представлены не только чемоданы, но и игрушки, оригинальные шахматы, утюг, средства гигиены, медицинские инструменты, новогодние открытки и многие другие вещи, изготовленные в прошлом столетии. Важно было показать не только эволюцию чемодана, но и историю города прошлого столетия через этот предмет. Это такой проект технический, исторический. Скажем так, через историю каких-то предметов показать историю прошлого города, региона, страны в целом. Эта идея витала в воздухе, может быть, в свете тысячелетия Бреста, что вот на историю потянуло. И да, была такая мысль сделать выставку «История в чемодане». Но тема очень серьезная, очень глубокая, мы все-таки не музей, и как бы мы не решились. Потом возникла идея сделать, может быть, чемоданное настроение накануне лета, жажда путешествий и так далее. Но опять-таки было тысячелетие, мы немножко решили подождать, дождались конца года. И в преддверии Нового года, но в то же время в год тысячелетия, как бы подвести итоги работы вот такой выставкой. Кроме того, на выставке было представлено большое количество экспонатов времен Первой мировой войны. Мешки, планшеты, рюкзаки, чемоданы с медицинскими инструментами и многое другое. Выставка подразумевала именно показать предметы, с которыми люди перемещаются и носят, хранят свои личные вещи. Поэтому здесь есть, как и вещи гражданские, а так как мы увлекаемся, есть хобби, заниматься именно военно-исторической реконструкцией, мы представили здесь предметы именно военного быта, с которыми простые солдатики в различные исторические периоды перемещались по полям сражений и носили свои личные вещи, какие-то воспоминания о доме, фотокарточки, запасную одежду. Экспозиция вызвала большой интерес у брещан не только из-за своей исторической ценности, но еще и потому, что у каждого была возможность прикоснуться к экспонатам, вспомнить тот чемодан, который всегда был под рукой их родителей, бабушек и дедушек, или узнать, что было когда-то в моде. Выставка будет работать до 30 декабря, вход на выставку чемоданов в научно-технической библиотеке свободный.